Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Детский сад Орленок в Анапе временно закрыт до проведения экспертизы здания. 40 малышей согласия родителей переведены в другие садики курорта. Вместе со своими воспитанниками переехали и педагоги, чтобы детям было как можно комфортнее в новых условиях. Переезд, пусть даже временно, дело хлопотное и не очень приятное, но необходимое, если речь идет о безопасности детей. Техническое состояние здания детского сада Орленок вызывает опасения, поэтому на время проведения экспертизы помещений городские власти приняли решение – малышей переселить. Сегодня у нас заказан проект, даже не проект, а сделана заявка на обследование технического состояния здания. Это потребует времени от двух недель до месяца. Как только мы получаем готовую экспертизу, мы делаем соответствующие результаты. Если состоянию жизни, здоровья детей ничего не угрожает, то дети возвращаются в детский сад. Если экспертиза покажет, что нужны определенные ремонтные работы, то тогда будем производить ремонт детского сада. Все зависит от экспертизы. Детский сад Орленок – особенный. В него ходят слабовидящие дети. Потому так важно было создать для них максимально комфортные условия. Завтра 29 малышей из 40 примет новый детский сад «Волшебная страна» на Супсекском шоссе. Часть детей переведут в 3-й и 18-й детские сады, а некоторые по просьбе родителей поближе к месту жительства. Самое главное, что для меня, как для родительницы, что была не расформирована группа, так как дети маленькие, они привыкли друг к другу. И с нами оставили наших воспитателей, что тоже немаловажно. Для детей был бы это большой стресс. Поэтому группа вся пришла в полном составе, со своими педагогами, со своими врачами. Я всем довольна. Вместе с воспитанниками переедут и их педагоги, чтобы адаптация детей прошла быстро и безболезненно. Это очень важно. Процесс лечения прерван не будет. Малыши нуждаются в постоянной коррекции зрения. Медицинское оборудование установлено в детсаду «Волшебная страна». Нас хорошо, радушно встретили. И хочу сказать, что немножечко успокоит своих родителей, мамочек и папочек, что независимо от того, что мы переехали в 4-й детский сад, я буду рада их видеть здесь, наших деток с 3-го и 18-го сада, потому что все в шаговой доступности, все рядышком. Сейчас специалисты приступили к обследованию строения детского сада «Орленок». Результат обещают по истечении 10 дней. Только тогда они дадут рекомендации реконструировать или проводить капитальный ремонт здания. Пока же Управление образования решает вопрос о переводе всех воспитанников «Орленка» под крышу «Волшебной страны». В Анапе создан благотворительный фонд «Победа». На очередном заседании Президиум Анапского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов принял единогласное решение о создании фонда «Победа». Его цель – собрать благотворительные средства, которые будут направлены на чествование ветеранов Великой Отечественной войны и оказание им необходимой помощи, а также ремонт воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок. Принять участие в формировании фонда могут все желающие. Денежные средства будут поступать на расчетный счет Совета ветеранов, а за их целевым использованием проследит специально созданный Общественный совет, в состав которого вошли ветераны войны и труда, представители депутатского корпуса Совета. В Анапе демонтирован очередной незаконно размещенный коммерческий объект. Специалисты Управления муниципального контроля выявили нелегальную точку общепита. И через два года судебных разбирательств под снос пошла столовая Мамамея на улице Красно-Зеленых. Земельный участок в собственности. Только вид разрешенного использования – индивидуальное жилое строение. А по факту без разрешительных документов возведено здание столовой. В июле 2013 года администрация подала исковое заявление о сносе точки общепита. Иск был удовлетворен. Собственник подал апелляционную жалобу. Но решение о демонтаже осталось в силе. Владелец столовой разобрал точку общепита сам. Специалисты Управления муниципального контроля в ходе ежедневного мониторинга курорта выявляют нелегально размещенные коммерческие объекты. Материалы направляют в суд и объекты идут под снос. Официальное открытие этого музея на следующей неделе. Но в рамках месячника военно-патриотического воспитания в Станице Благовещенской музеи уже принимает гостей и проводит уроки мужества. Официальное открытие этого музея на следующей неделе. Но в рамках месячника военно-патриотического воспитания в Станице Благовещенской музей уже принимает гостей и проводит уроки мужества. Практически вся экспозиция этого музея из частной коллекции. По инициативе руководителя пансионата «Ласковый берег» Сергея Загвоздина ее перенесли из полуподвального помещения в просторный зал. Предприниматель Владислав Брусник объяснил свое желание выставить предметы частной коллекции на всеобщее обозрение так. Можно было просто наклеить наклейку «Спасибо деду за победу», но появилось желание сделать нечто большее. И такая возможность была и есть. Благодаря семье помогают полностью. Ну, зов сердца просто. Экспозиции показывают, что немецкий офицер пришел на российскую землю отменно экипированный. Походные печки буржуйки, термосы, кровати и утепленная амуниция. Все это можно увидеть на музейных стеллажах, собранных словно в одном большом блиндаже. Здесь много снарядов, оружия Второй мировой войны, образцы формы, в которую одели манекены для пущей наглядности. А вот и знаменитые детали настоящего пулемета «Максим» – первые советские бронежилеты. Советские солдаты были оснащены скромнее. Но именно они разгромили фашистов. О подвигах тех дней рассказывают в этом уютном зале ветераны-историки-краеведы. Здесь, рядом со станицей Благовещенской, 40 танков тоже шли в атаку на наших десантников. И 19 из них остались лежать или загорать навечно здесь на песке. Один из таких уроков мужества снимали корреспонденты телеканала «Кубань-24». Уж очень атмосфера музейного зала насыщена духом того времени. Участник войны, 92-летний ветеран Алексей Степанович Ярославцев своим колоритным образом дополняет это ощущение. «Но это очень хорошо для подрастающего поколения». А о себе очень скромно. «Больших городов не пришлось брать. А так по мелочи проходили. Где-то все около. «Ничего себе по мелочи, вся грудь в орденах». Огромное счастье, что мы имеем возможность общения с такими людьми. А музей располагает огромной и бесценной базой данных о ветеранах Благовещенской. За 70 лет прожавел металл. Но память народная крепче и благодарность наша искренняя. Журналисты федеральных СМИ подготовили видеопроект о городах воинской славы. Фильм об Анапе смотрите на Первом канале сегодня, 10 февраля, в 21.20 после выпуска новостей. Одни здоровья – лучшие возможности для сельского жителя посетить врачей в одном месте. Такую форму медицинского обслуживания ждут с нетерпением в Гайкадзорском сельском округе. «Конечно, это необходимо. Это даже лучше будет, чем человеку каждый раз ездить в город. Там не всегда успеешь в кабинет прийти в врачу». «Вот мне записалась в Гайкадзорья до Кулиста, и только на 19 февраля меня записали в Анапе». «Да, вообще-то я редко туда ездил, потому что далековато все же, а мне с 90 лет, а я уже ходить еле-еле так хожу, согнусь вот так, иду еле-еле». «Профилактика – это первое дело. Лучше быть вооруженным, вовремя узнать о своих проблемах, чтобы потом было проще лечиться». «Наши сельчане не могут поехать в город, кто не может себе позволить, кто бабушки есть, пенсионерки есть, которые не могут позволить поехать провериться. В городе очереди везде». «Если приехали, то сходили, на какой день назначили, мы бы сходили, проверились». «Все специалисты будут в одном месте, это очень удобно, сразу можно будет пройти всех. Во-вторых, на месте в деревне мы придем и сразу пройдем на месте. И не ездить в очередях, не стоять больших. Поэтому очень удобно, что это будет у нас здесь на территории округа». «Очень хорошо и удобно, что людям не нужно в город ездить в амбулаторию, стоять длинные, выставить длинные очереди. И будут на дне здоровья те врачи, которых нет в нашей амбулатории». «Желательно бы почаще было бы». «Был выезд вот этот онкодесант, очень много определили больных таких, которые сейчас в стационарах находятся, прооперированные некоторые. Поэтому это очень хорошо, такие выезды. Чем больному ехать далеко, в Анапу, лучше на месте здесь, конечно, очень удобно. Есть такие больные, которые не могут и поехать финансово, пенсионерки, в таком здоровье, которых уже не позволяет. А так на месте можно посмотреться». В Анапе прошло открытое первенство города по самбо среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов. На торжественной церемонии открытия отметили спортсменов, которые стали победителями и призерами на первенстве России по самбо в Астрахани. Подробнее в следующем сюжете. Это кадры любительской съемки с первенства России по самбо в Астрахани. Воспитанник спортивной школы номер 4 Руслан Аскеров занимается дзюдо и самбо уже 11 лет. Во второй день соревнований получил путевку на первенство Европы по самбо в Сербию, завоевав серебряную медаль в весовой категории 81 килограмм. Самое сложное было собраться после проигрыша. Проиграла я в первой схватке, не значительно один балл был. И после этого проигрыша было очень трудно настроиться на победу, но при помощи своих товарищей, своего тренера смог собраться и завоевать второе место – серебро. Золотую медаль на этом соревновании завоевала 16-летняя Татьяна Селиткова. Она получила возможность представлять Краснодарский край на первенстве мира в Латвии. Татьяна тренируется 6 лет. До этого два раза подряд становилась серебряным призером турнира. А в этом году ей удалось достичь желаемой цели. Боролась 6 схваток, все прошла без штрафных и с явным преимуществом выиграла. Соревнования достойного уровня были, соперницы тоже сильные были. Бронзу первенства весовой категории 56 килограммов выиграла Ирина Бабкова. Ира была уверена в своей победе, но, к сожалению, не смогла заполучить путевку ни на мир, ни на Европу. Было обидно не то, что я заняла третье место, а то, что уже призер четырех России и никогда никуда не еду. Останавливаюсь в одном шаге в каком-нибудь и постоянно не дорабатываю. Победителями призером первенства России вручили дипломы и денежные сертификаты. Также памятными грамотами и денежной премией за подготовку спортсменов, показавших высокие результаты, отметили и тренеров-преподавателей. Амбарцума Мирзаяна, Расима Аскерова и Евгения Григоренко. На торжественной церемонии открытия первенства города по самбо участников приветствовали почетные гости. На коврах спорткомплекса «Рай» боролись опытные анапские самбисты, которые имеют за плечами немало побед. Судейская коллегия определила сильнейших в 20 весовых категориях. Сейчас спортсмены готовятся к предстоящему первенству России под дзюдо, которое пройдет в Казани. Для богатого осеннего урожая нужно правильно выбрать семена, рассчитать время посадки и тщательно ухаживать за садом-огородом весь сезон. Для каждой климатической зоны особое время высадки семян в грунт. В Анапе свои сезоны. Эксперты знают, какие культуры и когда сеять. У каждого растения есть свой, как говорится, температурный режим. Когда он может расти и при каких температурах. Вот если взять картофель, то сроки высадки картофеля в нашей зоне где-то от 15 марта до 1 апреля. Значит, более поздние сроки уже, как говорится, эффекта не дают. Во-первых, влаги у нас не так уж много в нашем районе. Картофель может расти, самообразование клубнях при температуре от 15 до 25 градусов. Выше температура клубень не растет. Рост сельхозцентр на основе многолетних наблюдений рекомендует посадку чеснока в феврале и даже январе. А вот лук в зависимости от размера сивуна. Чем меньше, тем раньше. Но главный ориентир – конец периода возможных заморозков. Он приходится на середину марта. У фасоли, например, срок посадки где-то в первых числах мая месяца. Потому что если вы высадите фасоль в ранние сроки, значит, она начнет произрастать и в холодных условиях она просто-напросто погибнет. Кукуруза где-то у нас в апреле месяце, подсолнечник тоже в апреле месяце. Значит, ранние яровые, значит, нужно высевать где-то в феврале-марте месяце. Ну, как говорится, сей в грязь, будешь князь. А морковь надо в февральские окна сеять. В общем, что посеешь и главное как, то и пожнешь. В новом сезоне будем сеять правильно. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Катя Соловьянова, анапчанка, комсомолка, разведчица. Участвовала в боевых операциях против оккупантов. Была схвачена и казнена фашистами вместе со своими товарищами. В 1942-м. Ей тогда было всего лишь 20 лет. Мы помним. Продолжение следует...